...выводами. Какие у нас преференции под угрозой? Соответственно, это все, что касается различных холдинговых структур, все, что касается финансирующих структур. Кстати, если мы говорим про Кипр, на Кипре внесли изменения, интересные очень, и по финансирующим структурам совсем не обязательно, скажем так, брать займ теперь по угрозой компании. Можно получить в ГИЧС вклад в уставный капитал кипрской компании. При этом кипрская компания имеет право использовать вмененные расходы, исходя из определенной процентной ставки, поскольку у нее есть вот такая иностранная инвестиция в угрозе компании. То есть вот такой интересный механизм придумали, чтобы избежать вот этой кондуитной, называемой, структуры, которая клиницы, я знаю, вы, наверное, тоже знаете, письма Минфина прошла двойная, апрельская, относительно того, что вот такие компании, которые как проводники, как посредники, которые используются только для применения соглашения об избежании правильного налогообложения, не имеют фактически права на доход и так далее, и так далее. Ну, то есть вот кипрское законодательство в этом смысле достаточно интересно, они как-то вот стараются видоизменить и быть в тренде. Ну и, конечно, лицензионные структуры. С лицензионными структурами тоже есть некоторые изменения в кипрском законодательстве, причем они учитывают рекомендации ОСР в части раз борьбы с переводом налоговой базы в инстанкологию резиденции. Ну, в любом случае, я бы хотел сказать, что основное, вот о чем нужно всем подумать, это перейти именно здесь, но я бы обратил ваше понимание на следующем. Та история, которая была до 2015 года, она в любом случае остается. И, к сожалению, по этой истории возможно проявление каких-то претензий со стороны налоговых органов. Причем, как мы видим, подходы, ну, вы помните, делая E-flame, которое я сегодня не упомянул, наверное, немножко мягчая, да? То, что практика, которую я сегодня представил, все свидетельствует о том, что гайки закручиваются, подходы ужесточаются, соответственно, ну, есть у нас механизмы с добровольным декларированием, с омнестием капиталов, может быть, есть смысл проанализировать вашу конкретную ситуацию и подать декларацию. Не знаю, но то, что вот эта история у нас с вами остается, и с ней что-то нужно делать, это факт. Что можно с этим сделать? Ну, как минимум, наверное, можно отказаться от старых структур, каким-то образом их ликвидировать, постараться вот этот след, его каким-то образом исключить. То есть, по крайней мере, мы рекомендуем каким-то образом переложиться в другие структуры, если, опять же, есть такая необходимость. Ну, и вот предыдущий Олег говорил о подходах, связанных с реструктуризацией, да? Ну, в целом, я с ним полностью согласен относительно тех вариантов, которые можно использовать, но это действительно требует определенного анализа конкретной нашей ситуации. Вот ровно рекомендации наши как раз направлены на анализ, на выявление слабых мест и на принятие каких-то решений. Для кого-то подойдет смена налогового резидентства, для кого-то больше подойдет, скажем, принятие правил КИНК и декларирование, соответственно, дохода, для кого-то подойдет признание налогового резидента иностранной компании и так далее. То есть, каждую ситуацию нужно смотреть в зависимости от конкретного уровня этой деятельности. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Если какие-то, может быть, вопросы, буду рад ответить.